Welcome to Litchfield. Вот мы в Личфилде. Театр Гаррика. Был такой актер очень давно. Имя него он назван. Театр в Личфилде. Маленький, уютненький. Театр Гаррика. В 1929 году произошло, в общем-то, интересное событие. Терри Херберт, он всю жизнь любительским образом занимался поиском различных предметов в земле. Видимо, купил новый аппарат и решил поискать на поле у своего друга и товарища Фреда Джонсона, который был фермером и ему это поле принадлежало. Говорит, дай-ка я посмотрю, поищу что-нибудь в твоей земле. На что Фред ответил, да пожалуйста, ищи сколько хочешь. Здесь до тебя искало столько людей, ничего не нашли. Но он все же нашел. Он все же нашел. Я поставил маленький фрагментик из фильма. А полный фильм, к сожалению, не в очень хорошем качестве, но ничего не могу сделать. Ничего подобного раньше в Британии не находили. Свыше полутора тысяч драгоценных изделий из золота и серебра были закопаны почти полторы тысячи лет назад. Летом 2009-го их обнаружил энтузиаст с металлоискателем Терри Герберт. Моя находка была равнозначна обнаружению сокровищ Тотанхамона. Почему я? Почему именно я нашел? Почему другие искали на этом же поле и ничего не нашли? Это судьба? Я не знаю. Спрашивали, не самый ли большой это англосаксонский клад? Нет, это единственный найденный англосаксонский золотой клад. Уникальный и беспрецедентный. Золота в нем так много, что, возможно, он принадлежал какому-то древнему королю. Определенно он привлекает внимание нынешних членов королевской семьи. Покрытый пылью веков, 5 килограммов золота и килограмм серебра весят больше, чем все остальные саксонские сокровища, найденные в Британии, вместе взятые. Памятник Джеймсу Босвиллу, который был библиографом Сумейла Джонсона. Сумейл Джонсон известен тем, что составил первый в Англии толковый словарь. Вот эта старая церковь теперь на библиотеку. Дальше музей Сумейла Джонсона, памятник Сумейлу Джонсона. На нашу радость, удачу музей был открыт, мы его посетили. Хотя другие музеи сейчас во время пандемии то ли закрыты, то ли открыты, но не полностью. То есть много что нельзя посмотреть. Что я хотел еще сказать про этого искателя, его друга, фермера. То они в конце концов получили больше трех миллионов фунтов. На двоих как бы. Но потом у них возник спор, кому это деньги больше принадлежат. Фред говорил, что это его поле, и он имеет право на эти премии. В общем, они, не знаю, поделили или не поделили, скорее всего, наверное, поделили как-то. Но разругались в прах. Недаром Фред сказал, вот эти сокровища принесли нам только беду. Ну, как говорится, деньги портят человека, а большие деньги очень портят отношения между людьми. Ну, ладно, пройдемся дальше. Вот здесь старенькие домики, очень интересные, уже перекошенные. Вообще, Личард много раз горел раньше, и поэтому здесь как старые дома стоят рядом, так и более поздние уже викторианской эпохи. Они стоят рядом друг с другом. Вот это старый перекошенный домик. Я слышал, что эти дома довольно-таки дорого стоят, и в них очень престижно жить. Но я не понимаю, как можно жить в таких домах, которые низкие потолки, там буквально под самый головой потолок. Ну, вообще, не старые перекошенные, стены, потолки, полы. Ну, у каждого свои интересы. Это более новый дом, конечно, построен. Вот там место вообще продается. Видно, заброшенный дом. Это постройка где-то викторианская эпоха. Похоже. Там крыша уже провалилась в некоторых местах. Ну, может быть, продадут. Хотя, кто купит, там, конечно, придется много вложить в ремонт. Вот место сбора при пожаре. Хотя, странно, если пожар таких домов, то тут собираться, это, считай, как в печке стоять. Сгореть можно. Ну, так посчитали. Вот антиквариат. Магазин антиквариата в этом домике. Да, вот посмотрите, какие низкие потолки могут быть. Где дверь, а где окна и следующий этаж. Это я вообще не понимаю, как там жить можно. Ну, считаются престижными и довольно-таки дорого стоят. Прогуляемся подальше. Мы идем дальше к собору кафедральному. Я сделаю отдельное видео про кафедральный собор, потому что он заслуживает внимания. Кафедральный собор действующий. Что интересно, из немногих костелов, кафедральных соборов, здесь долгое время был ход бесплатный. Ну, вот последний раз, видимо, с пандемией связано. Надо было два фунта заплатить за вход. И обязательно с карточки наличные даже не принимались. Вот еще старенькие домики в перемешку с более новыми. Старые дома такие, что у них даже старые окна. Одинарные окна. Я не знаю, как там зимой. Но прохладненько, видимо. Хотя, если раньше камин топили, то все время. Вот на углу сдается дом. Раньше топили камин, и кухон как бы не было. Все на камине готовили. Зимой и летом. Поэтому там было тепло и хватало стекол таких. А вот дальше место, где можно произносить речи. Ну, и через озеро Пруд, вернее. Там Личевский кафедральный собор, в котором я сделаю позже видео. А здесь можно кричать вперед, товарищи. Или что-нибудь другое. Hello people, например. Все, до свидания. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok